У нас 14, вчера было 45, если есть хоть один, два, три человека, мы делаем презентацию. Мы говорим о самом важном в финансовой сфере, о построении собственного бизнеса. И вот, пожалуйста, две минуты уже прошло, мой голос уже разогрелся, и мы готовы, друзья, говорить о самом важном. И контрольный такой вопрос, есть ли среди нас новички, которые не слышали никогда о такой возможности построения бизнеса в самой надежной, самой проверенной компании в интернете? Есть такие, которые еще не слышали эту новость? Так, новичков нету. И такое тоже бывает, когда мы не успеваем поделиться информацией с другими. Значит, мы все старые. Поэтому мы сегодня бизнес будем строить чуть по-другому. И это будет правильно. Это будет правильно, потому что мы уже все знаем о маркетинге. Мы знаем, некоторые уже знают, как работают айпоинты. Мы знаем о компании, мы все знаем. Практически мы в деталях машину разобрали. Можем уже преподавать. Но почему-то машина не едет. Да, вот Гульзамал говорит, я вошла в проект несколько лет назад, но потом не работала. Многие вошли и не работали. И мы к этому вернемся. Значит, друзья, многие из нас уже знают, как машина работает, чем ее заправляется и так далее. Но машина не ездит. Либо права забыл купить, либо правила не знает. Но машина не ездит, машина не приносит прибыль. Другое дело, если вы богатый человек и купили эту машину для красоты, для коллекции. Я говорю о этом бизнесе. Если вы просто зашли сюда, вложили определенную сумму денег для коллекции, чтобы у вас тоже было несколько бизнесов. Как некоторые говорят, нужно сейчас иметь несколько бизнесов, потому что богатый учит. Нельзя класть яйца в одну корзину. Так, друзья, это говорится об инвестиции. Если у вас есть инвестиция, если у вас деньги есть для инвестиций, там 10 тысяч долларов, то лучше, конечно, воспользоваться этим советом. Но когда мы говорим о бизнесе, то не может быть у вас 10 бизнесов. Тем более, если они одновременно, их нужно развивать. Есть люди, которые строят 10 бизнесов, но что они делают? Они построят один, наладят его, и он развивается. Берет капитал, часть капитала из этого бизнеса и строят себе параллельный. Но это говорится о бизнесе. Но у нас умудряются люди сразу в 10 проектах участвовать, используя формулу инвестора. Про яйца и корзины. Это не про нашу честь, друзья. Если мы работаем в одном проекте и не можем преуспеть, мы не можем пригласить новичков на конференцию. А как вы собираетесь приглашать новичков в 10 проектов сразу? Как вы умудряетесь это? Понимаете? Поэтому, когда Гульзамал говорит, что я зарегистрировалась, но не работала, это либо у вас лишние деньги, вы купили автомобиль, а он лежит у вас в сарае, не знаю для чего. Либо у вас очень много бизнеса, у вас не было возможности. Давайте мы все-таки сегодня наше встречу, потому что здесь только моя команда. И я знаю, что в моей команде есть такие проблемы. Непонимание. Непонимание, где мы находимся, что мы делаем. И поэтому вот эти вопросы будем поднимать сегодня и просматривать их. Первое, на что я хотел обратить внимание, значит, почему некоторые партнеры встали. Да, Марат, я помню твой вопрос. Сейчас идем по вопросам. Не пишите все сразу, но я думаю, что все вопросы, которые сейчас задаются в чате, они всех интересуют. Смотрите, Гульзамал, она вошла когда-то, купила, но не работала. Не работала почему? Почему? Компания не работала, компания не выплачивала, сайт не работал. Нет, все работало. Ротатор работал, все работало. Так же, как работала в 2008 году, так же компания работала и в 2012, и в 2013. Но люди не работали. Почему? Как и в любой компании, есть взлеты и падения. Взлеты и падения. Как и у любого спортсмена. Есть поражения и есть победы. И только тот, который не ориентируется на потери, на проигрыши, а стремится к высшему званию чемпиона мира, только тот побеждает. Через потери, через травмы, и он достигает. Так и в бизнесе, друзья. Бывает, иногда компания имеет спад, как и волна. Всем хочется быть на гребне волны. Но он должен знать, что иногда эта волна опускается очень низко над уровнем моря. На 5-10 метров может опуститься. Ну, кажется, что опускается. А потом опять вздымается. Поэтому наша компания использует именно принцип волны. Поймай волну. Но мы, эти волны, постоянно их гонят куда-то вдаль. То есть, каких-то берегов мы должны достигнуть. Я извиняюсь, забыл скайп выключить. Как раз мне сестра звонила, а у нее сегодня день рождения. Я должен был ее поздравить. После этого я побегу сразу поздравлять мою сестру. Она живет в России. Хорошо, отвлекся. Так вот, что случилось, друзья. Многим показалось, что компания просто одна из многих. Это одна из многих, которой пришел конец. Она не выплачивает столько, сколько нам хотелось бы. А вот такие компании, как Zik, Reward. Я не буду дальше перечислять, потому что многие из них уже исчезли. Многих ожидает та же участь. Потому что там есть принцип пирамиды. Это явный выраженный принцип пирамиды. Никого не надо приглашать. Понимаете? Когда ты начинаешь зарабатывать, и никого не надо приглашать, это принцип пирамиды. Большой процент, стабильный процент. А это признак пирамиды. Явный. Скрытый. Скрытый. Может быть. Другими моментами. Но это явный признак пирамиды. А пирамида работы, или Zik, Reward, или другие, которые предлагают покупать пакеты, ты им больше никого не приглашаешь, ты можешь заработать определенный процент. Либо покупать. Это, ребята, а это пирамида. Когда-нибудь она заканчивается, потому что не зарабатывает. Никто не платит деньги просто за просматривание что-то. Никто не платит деньги за отсылку этих всяких имейлов, которые предлагаются. Но все эти компании в качестве этого продукта, чтобы скрыть пирамиду, они предлагают либо телефонии, либо там еще что-то. Ну, всякую глупость. Понимаете? Которую можно бесплатно найти, они ее предлагают в качестве продукта. Так вот, многие ушли в такие проекты. И я сейчас обнаружил, друзья, что в интернете, если вот вы обратитесь, 80-90% людей не имеют денег. Когда еще года 2-3 я разговаривал с людьми, проблем было намного меньше. Это из трех человек только один из четырех говорит, что у меня пока денег нет, но это можно решить. И очень редко было, когда найдешь человека, у которого вообще денег нет. А сейчас сплошь и рядом. Вот эти проекты обокрали всех людей, ну, до гола. Ну, просто смешно. У людей нет денег. Вот сами посмотрите в ваших карманах. Те, которым посчастливилось побывать в некоторых таких проектах. У вас денег нет, потому что вы вложили их там, где вас поимели. То есть, я никого не обвиняю. Вы подняли вопрос, я не работал. Вы не работали по той простой причине, что вам показалось, что этого мало, потому что там предлагают больше. Ну и попробовали. Отдали все деньги туда. Год-два прошло. Вы убедились, что все это ерунда. И сейчас что нужно делать? Нужно идти на завод, зарабатывать, чтобы опять прийти и найти еще какой-то проект. Оставить там деньги. Друзья, я вам не советую. Не советую. Это лотерея. Вы понимаете, в лотерею кто-то выигрывает. Кто-то выигрывает, однозначно. Но тот, который начинает строить собственный бизнес, он всегда, всегда преуспеет. Рано или поздно, на хлеб он будет иметь. Потом на велосипед, потом на мотоцикл, потом купить себе дом, или построить его, вырастить детей, построить себе этот бизнес, который будет кормить его. То есть, даже если по мелким шагам, все равно это более разумнее, чем участвовать в лотерее. Поэтому я вас поздравляю, что вы поумнели. Я тоже в свое время поумнел. Я не без греха. И я сейчас не читаю вам нотации, и не ругаю, и не обвиняю. Я просто константирую факт. Был поднят вопрос, я на него отвечаю так, как я его понимаю. Поэтому, друзья, обнаружил, что там нас поимели. Многие сейчас, и я это не утрирую, а это факт, многие сейчас возвращаются, с удивлением увидят, что Аксесс, наша компания работает, не напрягается, никого не уговаривает, она идет дальше, по миру открывает азиатский рынок сейчас. В Москве будет встреча в апреле, то есть конференция. То есть, она двигается, как Стив Реннер сказал, мы меняем мир по одному человеку. Мы идем, доводим до людей, что есть компания, которая не то, что имеет продукт, она имеет ротатор, а это больше, чем продукт, это целая страна. Понимаете? Это целая страна. И легальная, и она идет по миру, рассказывает, люди присоединяются и зарабатывают. Поэтому, когда вы вернулись, вот мы все вернулись, посмотрели, а там статистика много ли, мало зависимости от нашего айпоинта, а это согласно маркетинг-плану, мы получаем деньги, нам начисляют, деньги выводятся. Найдите хоть одного человека в интернете, который бы сказал, что InetGlobal задерживает, не InetGlobal, а Аксесс, задерживает эти деньги, всячески оправдывается. Да нет такого, и быть не может. Потому что наша компания самодостаточная, это не пирамида, которая живет за счет денег, которые поступают от партнеров. Она сама зарабатывает на рекламе. Понимаете? Google самодостаточен, потому что имеет ротатор. Правда, они зарабатывают намного больше сейчас, но наша компания самодостаточная, она не нуждается в том, чтобы оббирать нас. Она дает нам возможность иметь собственный бизнес. А для этого нужно иметь мозги. И мы все их имеем, раз мы здесь. Но их нужно чуть-чуть пошевелить, что нужно сделать, чтобы поиметь больше денег здесь. Поэтому давайте пойдем по вопросам какие у нас статус Blue Diamond. Сейчас мы посмотрим. То есть вот что случилось именно с нашей компанией. Ничего особенного. Просто было время такое, когда все практически оставили и ушли в другие проекты. Естественно, если мы все оставили, а на тот момент, на тот момент, на 12-й год, в основном работала только русскоязычная и там чуть-чуть американцев, очень мало азиатов. компания обратила свой фокус на азиатский рынок, на американский и они сейчас в 13-м году сделали очень большой товароборот 98 миллионов долларов, от которых все мы получали неплохие ай-пэйменты. То есть каждый день у нас повысился на несколько раз наши заработки. Сейчас мы наблюдаем в январе месяце очень большой приплод, да? Очень, очень хороший посмотрите вот за последние 10 дней статистика поднялась. Почему? А потому что кто-то работает. Да и кто, и русскоязычная команда вернулась и начались проплаты. В моей структуре начались проплаты 2 тысячи долларов на 500 долларов, то есть по 100 долларов ежемесячные разные пакеты. два пакета по 500 либо покупаешь на 500 сразу, либо 500 по 100 долларов на 5 месяцев разбросанных. Люди стали покупать, люди стали серфить, люди начали активировать свои аккаунты и просто с удивлением смотрят, что он получает 5, 6, 7, 8 долларов, 10 долларов в день в зависимости от его айпоинт-баланса. Поэтому у нас повышается. И покажите мне хоть одну компанию в интернете, из которых вы ушли, поставили крест на нее уже 2 года и вы вернулись и вам там начисляют деньги. Ну покажите мне. Мне так и чешется отдать вам 100 долларов за это. Я не буду говорить тысячу, но 100 отдам. Потому что надеюсь, что все вы пойдете сейчас искать, а вдруг 5-6 человек найдут такие компании. Не найдете. Если вы крест на нее поставили, то она действительно уже давно умерла и воскрешать ее бесполезно. Наша компания никогда не умирала, она была просто непонята, неправильно понята нами. И мы были введены в заблуждение, побежали за приманкой, за миражом. Поэтому давайте простим себя и вернемся в нашу компанию, которая пришла на рынок навсегда. Навсегда. А это две большие разницы. Заработать быстро, а вдруг повезет, а вось повезет в какой-то, либо построить бизнес, который наверняка останется за нами и за нашими детьми. Здесь принцип очень простой. Следующий статус Blue Diamond. Вопрос статус Blue Diamond. Сколько сейчас получается? Значит, смотрите, друзья, когда мы заходим в такие компании, явно выраженные пирамиды, они говорят, если ты заходишь, то есть есть процент, конкретный процент, допустим, если ты покупаешь пакет на 500 долларов, ты заработаешь во столько, если ты покупаешь на 5000 долларов, то ты заработаешь во столько, потом покупаешь еще, потом еще вот, и тебе нарисуют, что ты стал уже миллионером, через год ты уже миллионер. Там легко просчитать, почему? Потому что есть конкретный процент, есть конкретно алгоритм, по которому якобы тебя выводят на какие-то баснословные суммы. Наш маркетинг-план предусматривает другое. Статус дает нам возможность больше зарабатывать, но это больше зависит также и от количества людей. Если у вас в первой линии 3 человека, если у всех есть по 3 человека, а Блю Даймонд предусматривает, что он зарабатывает еще 1%, от первого и до бесконечности, то зависимо сколько у вас людей до бесконечности, если у вас только 10 уровней, то вы получите еще 1% сверху того, что предусмотрено базовым маркетинг-планом. то еще 1% сверху. К примеру, вы получили с 9 уровня, давайте восьмем вот так вот, с 6 уровня вы получили 3% наблюдаемого. Так вы еще получите еще 1% с этого уровня. Зашел человек на 2000 долларов на 6 уровне. Вы получили 3% от него по базовому маркетинг-плану и еще 1%. Значит, 60 долларов вы получили так и еще 20 долларов получили сверху. Вот что такое блюдаймон. И еще блюдаймон имеет до бесконечности. То есть 1%. Теперь, если у вас всего лишь 100 человек, вы можете стать человеком, если правильно построить структуру равномерно, выйти на блюдаймон. Вы стали блюдаймоном. Так извините пожалуйста, есть блюдаймон у кого 5000 человек и он достает их всех. Понимаете, что вы получите просто мизерное. Вы можете получать столько, сколько получает платина. Платина построил 10 человек в ширину и грамотно построил у него до 6 уровня 3000 человек. И он достает всех. Еще имеет лидерский бонус. Он будет получать больше, вы. Статус здесь помогает вам доставать в глубину больше. В глубину больше, конечно. Где-то на 40% минимум вы получаете еще больше базовой заработка. Но все зависит сколько у вас людей. Понимаете? Но также вы можете быть гольдом и построить только две ветки. Две ветки всего. Одна у вас мертвая. только квалифицирует вас. Но если там в ширину все пошли приглашать по 10 человек в первую линию и пошло до 6 уровня. А тут может быть тысяча человек до 6 уровня. И вы там достаете. И вы можете получать больше, Блэк Даймон. Сколько получает Блэк Даймон. Та же тактика, друзья. Блэк Даймон позволяет нам получать больше от того, что мы уже имеем. То есть мы построили структуру, Блэк Даймон дает возможность заработать еще на порядок 30-40% больше того, что мы имеем. А еще по 1%. Блэк Даймон дает свои преимущества. Но все зависит от команды. Какая у нас команда. Я думаю, что этот принцип понятен. я вошла в 2009 году на 500 долларов. Ну, Гульзамал, значит, вы не в моей команде. Потому что я вошел в 2009 году в декабре, проплатился только в декабре. В декабре. Вы, наверное, точно не в моей команде. Но это уже не важно. Это не важно. Так, Гомель приветствует партнера. Мы вас тоже приветствуем. Звука нет. Или только у меня. Наверное, только у тебя. Что зарабатывать нужно было доложить еще 150? И у меня их не было. Что нужно сейчас сделать, чтобы возобновить работу? Значит, Гульзамал, я уже понял, что вы не в моей структуре, но я вам отвечу. Потому что этот вопрос должен ответ на этот запрос должен знать каждый присутствующий. Значит, компания сейчас позволяет на старый купленный пакет, не важно, когда он был сделан, докупить остальные и вы станете Гольдом. То есть, если вы пойдете и купите один на 500 и один по 1000 или три по 500, не важно, в совокупности должны быть пакеты, это купленные пакеты, на 500 либо на 1000. На полторы тысячи, если вы докупите, то по накопительной вы наберете 2000 и вы станете Гольдом. И просто начинаете смотреть рекламу, которая вам предлагается, минимум 25 сайтов в день, самое лучшее это 100, и все, и приглашаете других партнеров делать то же самое, и зарабатываете себе на здоровье. Даже если вы не в моей структуре, вы все равно будете помогать, не больше получать, потому что у нас в отличие от многих компаний, мы получаем от общего товарооборота, и чем больше людей будут зарабатывать, то есть зарабатывать и вкладывать непосредственный труд и средства в нашу компанию, тем больше я буду получать и каждый из вас. Поэтому у нас здесь конкуренции нету, у нас есть содружество, у нас семья, где друг о друге заботятся, потому что все мы друг от друга что-то имеем, от кого-то знания, от кого-то непосредственно финансовую поддержку в плане того, что мы получаем из общего дохода компании. Поэтому дерзайте, если у вас есть на 500 долларов, докупайте, вам не нужно покупать опять пакет на 2000 долларов, вы просто аккумулируйте, у вас было 500, купите еще на полторы тысячи и вы станете к гольдам. И вы будете приятно уделены по сравнению с тем годом, когда вы перестали работать, сколько вы тогда получаете и сколько вы будете получать сейчас. так, друзья, кто-то спрашивает, Шаугинбай, спрашивает, что вы скажете про 777. Друзья, я не эксперт сказать, что такое 777, хотя я знаю, потому что мне его предлагали еще, когда он только вступил на рынок. Я единственное вам скажу, меня там нету и не будет. И врагам своим я тоже туда влезть не посоветую. А сколько он будет работать и кому он принесет деньги, я тоже не буду говорить. Я здесь не для того, чтобы рассуждать о каких-то других проектах, я здесь для того, чтобы показать, насколько превосходнее наша компания, всех их вместе взятых. А если кому-то нужно убедиться, то время, время, это самый лучший фактор. Он покажет, как уже показывал не один раз, что эти проекты все, где предлагаются пакеты, никого не приглашая, это чистейшая пирамида. И вы, здесь находящиеся в Акцессе, это народ особый, это толковый народ, думающий народ. Почему? Потому что они набили себе шишек. Поэтому я вас считаю умными, я тоже в свое время поумнел. Человек умнеет не потому, что он сидит и думает, он умеет от шишек набитых, это самый быстрый способ, когда там потерял, там ему сломали, там помяли, и он начинает быстрее думать. Такие ситуации заставляют человека очень быстро думать и решать, находить ответы. поэтому что 777, что есть сейчас и другие, кстати, мой сын тоже вляпал на 500 долларов какую-то компанию, не сказав мне, и пришел мне похвастаться, и сейчас сидит целый день и отсылает e-mail, чтобы отработать три месяца эти 500 долларов. Когда я с ним поговорил и показал, ты живешь в моем доме, не видишь, чем я занимаюсь? Да, папа, но полтора года я что-то не вижу такой бурной деятельности, как было. Да? Говорю, нету, хорошо, нету бурной деятельности, но смотри результаты. Я на деньги, которые получаю в Аксессе, живу в Америке, оплачивая новый дом купленный, оплачиваю все расходы, а расходы немалые. И это при том, что, судя по твоим словам, что я не веду бурную деятельность. Через полгода посмотрим, сколько будет платить твоя компания. Ну, в таком духе я поговорил, показал ему разницу, насколько разумно строить там, где бизнес стабильная компания, стабильная, мультимиллиардная, и уже доказала на деле, что она в бизнес пришла навсегда. Поэтому, не спрашивайте о других компаниях, меня это не интересует. Вы просто держите себе на карандаше, возьмите все эти компании и просто отмечайте, когда они исчезнут. Чем больше таких компаний появится, тем больше людей туда войдут, потому что зарабатывать на таком принципе никого не приглашая, им кажется, что это идеально подходит для них. Они понимают, что это идеальный метод отобрать у них денег. Потом они разочаровываются, на какой-то момент они уходят полностью, в затишье ничего не хотят слышать, но все равно они понимают, что эта индустрия может дать им то, чего они не могут получить на земле, на обычных работах. И они возвращаются. И опять ищут, некоторые опять попадают в эти. Но с такими людьми уже приятно разговаривать, когда они понимают, что все это ерунда, и они уже ищут стабильность, ищут серьезных компаний. И вот мы всегда на месте. Мы говорим, друзья, мы работаем уже шестой год по такому маркетингу. Компания проверена, была под судом американским и вышла с честью и продолжает шествовать по земле. Пожалуйста. И вот таких людей я ищу, поумевших. Одна единственная проблема с этими людьми, у них нет денег. И действительно у них нет денег. Они их все оставили в 7-7-7-8-8 в зики-бзики всякие, надеясь из грязи в князи за одну ночь стать миллионером. Вот такая у нас реальность. Мы с такими людьми сейчас работаем. Поэтому все те, у кого уже есть пакеты, вы в большом выигрыше, у вас уже бизнес есть, налаженный, вам просто нужно его хорошо освоить, то есть не усложнять, как я и вчера говорил, не надо усложнять, нужно просто сложные вещи, сделать их простыми. То, что сделал Севренер. Он говорит следующее, все, что нужно в нашем бизнесе это купить кит на 69,95, купить пакет на 2000 долларов и начать смотреть рекламу. Все, что нужно. И вы уже имеете пассивный доход. А если вы хотите усилить это и получать быстрый денег за приглашение и получать постоянное от первой структуры первого уровня и до десятого и до бесконечности, то расскажите это вашим знакомым. Дайте им возможность начать свой собственный бизнес. Вот и все. Все просто. И что самое главное, что мы здесь купим один раз пакет практически. Мы больше сюда денег своих не влаживаем. Дальше мы просто строим бизнес. Возьмите любой бизнес и хотите построить бизнес, то вы кроме первого начального вклада вы будете вкладывать и вкладывать, потому что этого требуют. И не из бизнеса. Редкий бизнес, который начинает окупать себя в первый месяц, во второй, некоторые через год себя не окупают, нужны вложения. Поэтому ищут спонсоров, совладейцев, то есть чтобы вместе как-то кооперироваться для того, чтобы вывести этот бизнес. И это нормально, и это нормально. Некоторые вложили деньги и закрыли. Кстати, основатель компании Apple Стив Джобс, он вложил 10 миллиардов делов в бизнес и с успехом проиграл все 10 миллиардов. Из 20 миллиардов, которые у него было, он 50% вложил в какой-то бизнес, какое-то дело, какой-то проект, и все 10 миллиардов он проиграл. А он не глупый человек. Он рассматривал, у него есть команда, аналитиков, и все равно это привело его к тому, что он потерял целое состояние. Это целое состояние для моей страны, Молдавии, это был такой бюджет. Понимаете? А это потерял один человек. А это бизнес, друзья. Так сравнить с нашими вложениями у нас ничего не теряется. Мы купили пакет на 2000 долларов. В аксессе он остается нашим бизнесом всегда. И он окупает себя на те ежемесячные, на те ежегодные и еще на карманные. Даже если никого не приглашаем. Вот найдите мне такой проект. Не 7-7, пожалуйста, который обещает большие деньги. Пусть он себя покажет через 5 лет. Вот если он проживет 5 лет без таких проблем, которые есть в некоторых насчет выплат, денег и так далее. У нас не было никогда проблемы, как только 5 месяцев, когда компания была под арестом федеральной службы. у нас никогда не было проблем. быть не может. Понимаете? Так, Сергей, если нет возможности купить пакет Гольд, можно же просто строить структуру по возможности ведь так? Значит, такое было, это было полтора года назад, год назад, компания нащупывала разные возможности для того, чтобы дать людям возможность как-то двигаться, да? Ну, что, был такой застой, но сейчас, сейчас, ну, буквально где-то полгода компания приняла очень жесткое решение, то есть, если вы серьезный партнер, вы должны и проявлять эту волю партнера, а если нет, то отдыхайте. Она приняла решение получать от общего дохода компания может только тот, который минимум купит себе пакет на 500 долларов. Значит, покупается на 60 долларов, потом покупается на 500, но заметьте, что на 500 долларов есть два пакета, и очень, очень даже гуманно. Можете купить на 500 долларов пакет, либо сразу, либо можете купить тоже на 500, но в расстрочку. То есть покупаете на 60 долларов, и сразу покупаете на 100 долларов ежемесячно, но будьте внимательны, каждый месяц вы должны платить по 100 долларов. И вы уже можете строить структуру, при этом получать 3 уровня, 5% с первого уровня, и 2% со второго и третьего уровня. Но вы уже получаете от ваших приглашенных, пока они пригласят еще несколько человек, вы уже получаете какое-то вознаграждение. Но для того, чтобы получать 10%, то есть 15% сразу от купленного вами пакета вашего первого уровня, и до 6 уровня, вам нужно иметь гольд. Поэтому гольд, он самый выгодный, вы не теряете деньги нигде, вы начинаете зарабатывать. но возможно такая есть, учитывая, что мы все оставили деньги где-то кому-то в интернете, начинайте с 500 долларов, начинайте с 500 долларов, в рассрочку можно, но что-то делаете, друзья, потому что время не возвращается, деньги мы всегда можем заработать, рано или поздно мы можем заработать. Я слышу, вот я заработаю денег, вот когда зайду. Друзья, вы можете заработать, а где вы заработаете, где, в семерке, где вы заработаете. Понимаете, начинайте с того, что у вас есть, не тратьте больше времени и деньги на неоправданные эти компании, не тратьте время, начинайте с того, что у вас есть. И у вас даже на статусе квалифицированного консультанта начнется накапливаться, от ваших вложений, от привлеченных, и ваш бизнес начнет строиться. То есть остановитесь. Очень важно остановиться, набраться мужества и просто решить, хватит, кто-то сказал, шляться по интернету. Я для себя решил еще почти год назад, что больше я в никаких компаниях участвовать не буду. Не буду. Полгода назад я сто процентов решил, что буду работать только в Аксессии. Потом у меня пришло лето, потом я три месяца болел, но с декабря месяц я твердо решил это делать. Вот январь месяц я не только это решил, но я действительно это делаю. Но участвовать в сомнительных проектах, в новых, мне это неинтересно. Мне это неинтересно. И если кто сейчас меня слышит, кто меня слышит, и услышит, слушает, но и услышит, и начнет просто задумываться, что нет смысла растрачивать себя, гонять, гоняться по этому интернету, он бесконечен, безграничен. Понимаете? Сейчас этих Шулеров и Мулеров развелось столько, что вы их не отмечите. Они настолько преуспели в своем искусстве, что мы, те, которые искренне верят, которые искренне хотим построить себе бизнес, раз за разом будем попадаться, потому что у нас нет антивируса против их уловов. Нет. А жадность, она и жадность, это человеческий фактор. Жадность и легкой наживы у нас в каждом присутствует. Мы по натуре ленивые, поэтому нас притягивают вот эти проекты, которые никуда, не надо никого вкладывать, а еще есть. Можно никого не приглашать и никого не вкладывать, еще без умений. Понимаете? И вот у нас есть вот эта вот жадность и ленивость. Вот эти два фактора срабатывают. И на этом они играют. А я вам предлагаю быть умными, анализировать, а еще лучше просто один раз отрезать. И так отрезать, чтобы там ничего не выросло. И начинать строить собственный бизнес. Возьмите в руки, в собственные руки возьмите собственный бизнес. И я неоднократно это повторял и буду повторять. А собственный бизнес можно построить только в компании, которая пришла навсегда. И это наш аксесс. Вот все, что здесь вы построили, оно уже есть. Оно никуда не денется. Даже если люди не активные, до них нужно достучаться. Еще один вопрос сегодня к вам. Достучитесь для каждого. Во-первых, друзья, у тех, у кого есть структура. Почему это важно? Во-первых, это многие придут сегодня, кто-то завтра, но однозначно все придут. Все придут обратно, потому что невыгодно просто оставлять бизнес, который тебе несет золотые яйца, а ты не будешь кормить эту курицу. Ну просто глупо, правильно? А во-вторых, у нас есть миссия, друзья, донести до людей, что они теряют. Мы когда-то их пригласили, дали им шанс, они поверили нам, они принесли себя, принесли свою веру, они вложили сюда свои деньги, а это энергия. Понимаете? И наша задача довести до них, достучаться и сказать, друг мой, вот, зайди туда, посмотри, компания продолжает работать, она никуда не исчезала, тем более, что она сейчас имеет возможность нам больше платить, больше платить. Зайди, активируй свой аккаунт, начни зарабатывать, посмотри, сколько ты заработаешь уже на следующий день и достучись до своих. Это, кроме того, друзья, что мы от этого будем зарабатывать, что наши коты будут работать. Я еще раз повторяю, это миссия, это просто наша совесть. Мы должны чисто по-человечески достучаться, достучаться, не плюнуть, а, не слушать, да, ладно, и пошел дальше. Лучше нового, конечно, лучше нового, но они тоже не виноваты, потому что вышестоящие не работали, они тоже забросили, потеряли, потеряла связь, поэтому давайте проявим просто человеческие качества, просто дружелюбие, просто, даже, если хотите, сострадание, да, ну, человек просто проявил невежество, да, надо до него достучаться, то есть дать ему еще один шанс, я думаю, что это правильно. Так, 5 тысяч долларов есть пакет у нас, так, кто-то сказал 5 тысяч, да, есть у нас на 5 тысяч долларов, Шанниба, есть на 10 тысяч долларов, да, если я Гольд с двумя партнерами, а заработок я не вижу. Вы Гольд и заработка не видите? То есть у вас статус Гольд, вы проплачиваете 20 долларов в месяц, у вас есть партнеры, у вас есть партнеры, и вы ничего не получаете, покажите мне этот аккаунт, я просто никогда не слышал, чтобы люди ничего не получали. Вот вы ничего не получаете, вы Гольд и вы ничего не получаете, либо вы не проплачены, или вы думаете, что вы Гольд, но не проплатились. То есть вы должны проплачены для того, чтобы вы получали по любому статусу, вы должны быть проплачены. Значит, у вас есть пакет, раз, годовой кит на 60 долларов должно быть, вы должны быть активны, пакет на 2000, два, И ежемесячная проплата, зависимость, это консультант, это 10 долларов ежемесячно на автомате, 20 платиной, 30 и так далее. И если вы просматриваете 25 сайтов в день, если вы все это делаете и делали, и вы ничего не получали, окей, у меня есть для вас еще 100 долларов, я отдам вам 100 долларов, если вы мне покажете, что вы это все делали и вы не получали. Так, что тут? Проплачено и 100 в день, что? 100 в день. Вы проплачены и делаете 100 в день и ничего не получаете. Надежда Ткаченко, достучитесь до меня, и я вместе с вами позвоню в компанию, посмотрим, что с вашим аккаунтом. Возможно, что-то у вас, в чем я сомневаюсь. У вас есть мой скайп, если нет, то возьмите его в вышестоящего и позвоните после нашей встречи, и мы позвоним в компанию и разберемся, что у вас с этим аккаунтом. Что вы смотрите 100, и все проплачено, и вы ничего не получаете. Друзья, вот такая свободная тема сегодня была. Поэтому очень важно, очень важно нам всем понимать, что нам удобно сейчас просто сидеть, наблюдать за тем, что происходит в интернете, в надежде, а вдруг придет та компания, в которой я окажусь первым, и все подо мной, но это болезнь многих сетевиков. Я от этого отказался. Это просто какая-то зараза. Спасибо, постараюсь связаться. Поэтому я всегда, и я стою на этом, и буду стоять, и об этом буду постоянно напоминать. Насколько важно строить собственный бизнес, но у него есть свои тоже нюансы. То есть он не строится быстро. У кого-то получается быстро. Но в основном это такой процесс обучения. У каждого по-своему. На подъеме все мы разные. Но преимущество, однозначно, друзья, преимущество. И я, если бы я говорил вам это 5 лет назад, кому-то, это было бы неуместно, это было бы глупо. Но сейчас, когда вы на практике уже убедились в том, что это действительно так, в плане, что новые компании ничего хорошего нам не сулят, как только возможность быстро заработать. А возможность быстро заработать, есть не у многих. Есть только те, которые заводят людей. Это первые. Те, которые строят большие структуры, успели вывести деньги туда. Как и в МММ, так и в ЗИК, и так далее. Я сейчас не буду причислять, чтобы не обижать кого-то здесь присутствующих. Потому что таких компаний очень много. То есть, там можно заработать. Можно заработать. Ну, а дальше что? В основном люди что делают? Из жадности своей, видя, что там что-то начисляют, в бэк-офисе начисляют, они что делают? Еще больше инвестируют туда. И своих денег, и то, что там заработано, на них еще покупают. Это очень, это и есть именно карточная игра, когда такие толковые ребята просто дают возможность человеку сначала что? Выиграть. А потом он в глаза заходит, банк растет, и он там даже в долг лезет. А сейчас я же выиграл несколько раз. И вкладывает последнее, а у того козырная карта всегда у него, у него, и человек теряет все. Принцип то же самое. То же самое. Просто это было на земле, просто это было где-то в подвале, где-то на углах, там вот этими тремя капаками, да, хлопачили людей. Сейчас это делается в интернете. То же самое. Принцип то же самое. Под разным соусом. Я не советую, друзья, не советую больше жить этой лилитвой, этой надеждой, а вдруг я там попаду. Потому что если брать в процентном отношении, то этих людей, которые успели вывести деньги, намного меньше. Это 1 к 100, 1 к 80, я не знаю, в процентном отношении, это 80-90% людей оставляют своих денег там. А если это тысячи, десятки, сотни тысяч человек, вы понимаете, сколько в интернете люди теряют деньги? И все это уходит в какие-то считанные карманы. В основном это уходит к тем, которые организовывают эти компании, так называемые, и те лидеры, которым умеют убеждать людей, и они идут за ними. Все. А дальше что, друзья? А дальше что? Поэтому сейчас нам, наверное, разумнее обратиться не к сетевикам, которые потеряли свои деньги, хотя это тоже нужно делать, а просто спуститься на землю и начинать делать бизнес так, как учит нас любая школа, как новичок. Просто ищешь человека, который понятия не имеет, что есть такая возможность построения собственного бизнеса в интернете. И начинаем его учить заново. У этих людей, даже если нет денег, они их найдут, потому что они увидят возможность построения бизнеса. Они найдут. И вот эти люди, как я заметил, когда они понимают принцип нашего бизнеса, они работают с такой энергией, что заряжают даже на самих нас. Поэтому не брезгайтесь опуститься на землю, разговаривать и рассказывать о нашем аксессе, о возможности зарабатывать денег с вашими соседями, с вашими друзьями. Может быть, просто с тем человеком, которым вы можете познакомиться на улице или по каким-то, я не знаю, другим каналам. То есть не ждите, что интернет вам принесет, только интернет может принести вам партнеру. Хотя это может сработать. Не все еще испорчены, не все еще напуганы. Да? Но мы должны знать, что у нас есть такой контингент. Людей больше, которых потеряли. Которые разочарованы. Они уже слушать не могут. Они потеряли вот этот дар. Они бы потеряли, потому что столько стрессов в один проект, в третий, в четвертый. Но несмотря на это, друзья, нам нужно это делать. Нам нужно это делать, потому что это наш бизнес. Но такая тема сегодня была на нем запланирована. Завтра у нас будет презентация Игоря Козлова. Я завтра не буду проводить. Восемь часов. Там же есть Игорь Козлов. Я хочу, чтобы все послушали презентацию Игоря Козлова. В четверг я буду проводить. Я буду проводить презентацию полностью. Тоже в девять часов по Москве. В пятницу я буду проводить восемь часов. В воскресенье в восемь часов утра. То есть вечера по Москве в понедельник, во вторник в восемь. То есть два дня, среда и четверг, оставим, по-моему, девять по Москве. Для того, чтобы послушать Игоря Козлова. И то, что я буду проводить. То есть во всяком случае, во всяком случае, приучите себя и ваших партнеров следить за чатами. Следить за чатами. Хорошо, что есть график презентации. Но все равно, следить за чатами нужно. Потому что есть некоторые новости, о которых нужно знать. Также, друзья, на сайте, на сайте, на первой странице, там вышла информация. Если я правильно понял, то уже можно просматривать нашу рекламу уже на мобильном телефоне. Просто нужно иметь там соответствующий браузер. По-моему, Google Chrome позволяет это делать. То есть приложение сделали для мобильного. То есть вы можете просматривать сайт, у кого есть интернет. Просто если вы гуляете где-то, у вас есть интернет, или вы можете подключиться к интернету, вам компьютеры не нужны, на мобильном, можете просматривать эти сайты. Вот это хорошая новость. То есть этого еще неделю назад невозможно было делать. И мне приходилось постоянно приходить в дом для того, чтобы просматривать рекламу. Вместо того, чтобы отдыхать, наслаждаться на улице, и делать это. Сейчас это возможно. Компания развивается. Я еще раз повторяю. Давайте, кто желает приехать в Москву в апреле месяце. Сейчас у нас есть три месяца неполных, потому что мы не знаем, когда это будет в середине апреля. Если в середине, то это два с половиной месяца. Я буду работать для того, чтобы построить команду, заработать денег и приехать в Москву. Я собираюсь приехать в Москву и встретиться с многими из вас. А также многих из вас я ожидаю в Лас-Вегас в ноябре этого года. Это удивительный город. Очень красивый. Хоть там и душно в это время, но в ноябре уже будет нормально. Я был в августе месяце 2011 года. Там было душно. Действительно душно. Но там недалеко есть где-то часа 3-4 езды. Вот этот Грэн Каньон. Самый большой каньон в мире. Ну красота. Туда съездить. Мы сможем съездить в один из дней туда посмотреть. Этого стоит. Поэтому, друзья, давайте поработаем. Давайте остановимся. Приземлимся. И оценим то, что мы имеем. А мы имеем компанию, которых равных нет в интернете. Я не говорю, что не будет. Все может быть. Появится еще компания. Но наше уже состоялось. Очень серьезно. И развитие сейчас идет очень бурно. Поэтому я вас приглашаю. Давайте поработаем. И встретимся в Москве. А с некоторыми встретимся и в Лас-Вегасе. Приглашаю вас завтра на встречу с Игорем Козловым. Все вам доброго. У кого есть личные вопросы или кому нужно помочь с аккаунтом, пожалуйста, звоните мне в Skype. Я включу сейчас Skype. И поработаем. Так, еще последнее, друзья. Я уже начал делать, о котором я вчера говорил. Владимир Болдырев подключился в этот процесс. Мы с ним сразу после конференции поговорим еще с тем человеком. То есть, романный сайт будет готов где-то к 23 февралю. А вот такой день знаменатный. То есть, день советской армии. Ну, в этом пределе. То есть, у нас будет сайт. На этом сайте будет вся информация, которая поможет нам намного разумнее, быстрее, эффективнее строить наш бизнес. Поэтому, все у нас будет хорошо. Все, спасибо, друзья, на этом. Если больше вопросов нет, то встречаемся завтра в комнате Аксесс-4 на презентацию Игоря Козлова. Все, всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok